Ну а это все чемпионы Янауа города Лабытнанги. Как когда-то сказал первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, шахматы это не просто игра, это искусство, наука и спорт одновременно. Но для семьи Строгановых из Лабытнанги шахматы стали еще и смыслом всей жизни. Словно Андрей и Татьяна играют одну партию уже 18 лет. И это только начало дебюта. Давай, давай, не расстраивайся. В секции Татьяна занимается со школьниками из младших групп. Недаром женщина по образованию педагог. Сначала я занимаюсь с ними на начальной подготовке. То есть я им даю азы. То есть все, что необходимо знать начинающему шахматисту. Впоследствии они переходят уже к Андрею Викторовичу. О, что за дебют? Французская. Французская. А разминку он сделал, да? Глава семейства и лидер секции словно ферзь на доске. Андрей Строганов объясняет ребятам, что такое вилка, польская защита и батарея. Ежегодно его ученики выигрывают разные турниры. Но в чем секрет постоянного успеха? Как такового секрета нету, самое главное – любить детей, любить свое дело. Ну, вроде вот эти два самых главных. И что родители помогали. Самое главное, что родители были заинтересованы. Но интерес детей немаловажен. Чтобы добиться успеха в интеллектуальной игре, за доской важно и нужно провести тысячи часов. Владимир Лобушак и Светлана Беланова – из тех, кто подают большие надежды. Во время недавнего этапа всероссийских соревнований в Туле ребята заняли первые места в своих возрастных группах. И уже готовятся к следующим турнирам под чутким руководством тренеров. Чтобы выиграть в ноябрьский, я занимаюсь дома, читаю книги, занимаюсь с тренером, играю на компьютере. Уже 24 января Владимир отправится на следующий этап Кубка России по шахматам. А что касается Светы, то девочка поедет на соревнования в марте. Чтобы попасть на финал Кубка в Ярославле, ребятам нужно набрать наибольшее количество зачетных очков на трех состязаниях из 50, которые проходят на протяжении всего года.